В каждом городе в этот день пестрят триколоры и звучат песни о любви к родине. 12 июня – это одна из дат, которая объединяет жителей огромной страны. В городском округе Люберц и в честь Дня России прошли масштабные праздничные мероприятия. Центральной площадкой стал парк «Наташинские пруды». Какое там царило настроение, расскажет моя коллега Луиза Егезарян. Особенную торжественную атмосферу придают сувениры с российской символикой. По традиции, сегодня главный аксессуар – ленточка с триколором. Ее можно получить сразу при входе в парк. Каждый год у волонтеров городского округа Люберца этот день начинается именно так. Молодые люди делятся патриотическим настроением со всеми, кто присоединился к массовому празднованию. На этот раз приготовили более 500 ленточек. Их разобрали за несколько минут. Для меня Россия – это в первую очередь родина, в которой я вырос, в которой я живу, в которой я буду жить. Символ России, цвета нашего флага. Поэтому очень дорого, конечно, мы патриоты России. Главное украшение есть. Теперь можно идти к сцене. Там уже выступают творческие коллективы городского округа Люберцы. Официальная часть концерта началась с главной песни страны. У нас сегодня замечательный праздник. По сути, день рождения нашей большой страны под названием Россия. Мы этот праздник отмечаем с вами по сути юбилейный 30-й раз уже в Новой России. Но 30 лет – это праздник современной России. Но Россия насчитывает тысячелетнюю историю. Историю славную, которой мы можем гордиться. Одна из традиций этого праздника – торжественно вручать паспорта юным гражданам страны. Новый статус и первый взрослый документ получили 10 подростков. Еще 10 детей официально вступили в ряды волонтеров. Знаковым этот день стал и для Дениса и Екатерины Федорущенко. Молодая пара решила узаконить свои отношения именно 12 июня. И по доброй свадебной традиции Екатерина готова передать эстафету молодым девушкам. И просить свой букет вам. Раз, два, три. Я очень счастлива, но, конечно, еще рановато, но уже, в принципе, можно. Молодой праздник с большой историей. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С этого документа начался отчет новой истории России. Сегодня этот праздник приобретает все более патриотические черты и становится символом национального единства.